Здравствуйте, друзья! 12 апреля. В Одессе дождь, шторм, но это не мешает одесситам готовиться к праздникам, к большим праздникам, вы к дню. В прошлом году никаких праздников я не помню. Я помню только, что в минуту, в секунду, когда опустился на землю огонь святой. Раздались взрывы. Был уничтожен дом, поврежден дом. Погибли три поколения женщин. Бабушка, мама и новорожденный ребенок. Папа случайно вышел в магазин за хлебом к праздничному столу. В прошлом видео я показывала. Дом восстановили. Жертвы не вернуть. Кровопролитная война продолжается. И все же в этом году все совершенно в других красках. В магазинах уже все подготовлено к праздникам. Очаровательные инсталляции, пасхальные куличи на все вкусы и кошельки. Я вам покажу. От очень дорогих, под 100 долларов и до дешевых, 20 гривневых. Мы пришли в магазин «Космос», потому что сегодня 12 апреля. День советской космонавтики. На мой взгляд, это один из самых важных праздников по достижениям Советского Союза. Мы были первыми. Первыми. Это был огромный праздник. 12 апреля 1961 года. Зиновия Герт после ранения оперировала хирург. Которую звали, представьте себе, Ксения Максимилиановна Винцетини, итальянка по отцу. Она и сохранила Герту ногу. Было несколько операций. Всякий раз он боялся, что его везут на ампутацию. Но она, наклоняясь над каталкой, всякий раз обещала, я буду резать вдоль. Потом она приходила к нему в палату. Они подружились. И однажды Ксения Винцетини по секрету сказала Герту, что ее муж был арестован, а теперь работает в каком-то закрытом месте. Мужа звали Сергей Королев. Сергей Павлович Королев, выраженец Украины, учился в Одессе, в Киеве. В Одессе он учился в 15-летнем возрасте, поступив в специальное профессионально-строительное училище, школа так называемая. Вот там он и познакомился со своей первой красавицей-женой. В 1938 году Королева арестовали. Они были уже женаты по надуманному обвинению в повредительстве и подрыве государственной промышленности. Об этом написано много книг и создано фильмов. Удивительно светлый день, 12 апреля 1961 года. Толпы людей выходили, поздравляли друг друга, обнимались, целовались. Молодёжь со всякими лозунгами скандировали, что мы первые, мы первые. Для кого-то это был и чёрный день. Например, для Титова, который не стал первым космонавтом. Например, для Кеннеди, которые не стали страной первой в космонавтике. Титов так и писал в своих воспоминаниях, что это был самый чёрный день в моей жизни. Кеннеди достойно поздравил страну и советский народ с огромной победой. К сожалению, со смертью Королёва мы потеряли очень многое. Все его проекты не доведены были до конца. Наше первенство ушло. Родом из Одессы был космонавт Добровольский, который, кстати сказать, брат мужа моей сестры, то есть родственник. Думаю, что все ещё помнят лучезарную гагаринскую улыбку. А Одесса готовится к празднику. Впереди чистый четверг, страстная пятница и, конечно же, светлое воскресенье. Я непременно покажу вам и цены в магазинах, и что приготовили нам, и как всё это выглядит. С наступающим праздником! Со светлым годом, со светлой жизнью, всем нам миром! Божьей благодати скоро будет звучать. Христос воскресе! Как хочется, чтобы хотя бы в эти дни никто больше не погибал. До встречи, дорогие друзья! До только хороших новостей! Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Я всегда готова работать для вас. До встречи, дорогие друзья! Посмотрите, какая красота! Как может быть прекрасен этот мир! Субтитры сделал DimaTorzok